Ну что же, вот и подошел к концу цикл роликов «Перекресток миров по темным душам». Честно говоря, я сам до сих пор не верю, что сделал это. Это было очень непросто, скажу я вам. Конечно, вы, мои зрители и подписчики, не видите и половину тех сложностей, с которыми я столкнулся при монтаже. И это не считая самого объема работы. Плюс ко всему, в момент озвучки, которая заняла больше 17 часов, я нередко путал текст, и получались забавные такие оговорки, часть из которых мне удалось сохранить. Так что давайте так, первую часть этого эдакого послесловия я посвящу рассказу о проекте, а второй как раз-таки нарезке ляпов. Думаю, получится забавно. Ну что же, началось все, даже не знаю когда, если честно. Весной 2014 года я гулял с другом и слушал его рассказы о Dark Souls, в которые он как раз тогда играл. Слушал о разрушенных цивилизациях, о скрытых местах, о неком изолите, о бонзере Золы. В те времена мне игра почему-то представлялась изометрической, как какой-нибудь Titan Quest. Сказать по правде, из его описаний я вынес немного, учитывая, что саму игру я в глаза не видел. И уж не знаю как, но он убедил меня, что Dark Souls это стоящий проект. Я сел играть и пропал на много дней. Да что там дней? На много месяцев. Я играл в Dark Souls 1 все лето. Уже вышел Dark Souls 2, в начале осени вроде или в середине, и друг мне начал рассказывать уже о своих впечатлениях от второй части. А я все наярил впервые, потому что я, мать ваша, не наигрался. Тогда я еще не обращал такого пристального внимания на лор. Кое-что понимал, но многое от меня ускользало. Как раз тогда я начал смотреть видеоблогеров вроде Custom Stories, Good Nature, да и некоторых других, переводивших зарубежный контент по теме игры. Меня это захватывало, и, наверное, именно тогда я впервые подумал о том, как было бы круто собрать всю историю воедино и рассказать другим. Эта мысль надолго у меня в голове не задержалась, до создания канала Librarium было еще больше полутора лет. А меня ждала вторая часть Темных Душ. Вот отсюда, ребята, растут корни моего абсолютного непонимания тех, кто не любит вторую игру. Она меня завлекла так, как не завлекла первая. Я искренне недоумеваю, когда даже перечисляя объективные минусы в Dark Souls 2, люди подытоживают тем, что игра плохая. Это все субъективно. Другие части серии также не лишены своих кретинизмов, чего уж там. Я просто утонул во второй части. Я исследовал каждый закоулок, я прополз на брюхе весь Дранглейк, я кайповал как только мог. И следом подъезжали дополнения. Шульва, сука, что ты со мной сделала? Какая же ты красивая. Был бы свершеннолетним, женился бы на тебе. Да, прямо на руинах города. Не смотрите на меня так, я знаю, что сумасшедший. Мглистая башня поджарила мне задницу своими головильнями, так что, маму, не горюй. Ну и после Шульва я был уверен, что круче локации быть не может, но, сука, Элиум Лойс просто купил меня с потрохами, ведь я обожаю снег. А потом подъехало переиздание, и какой же это был для меня рай, просто не передать словами. Это возможность заново перепройти всю игру, заново собрать все ачивки, при этом игра была бы уже немножечко другой. Это было прекрасно. Всего-то делов, некоторых противников и персонажей местами ракернули, пару персонажей добавили, и уже какая большая разница. Стоит сказать, что я уже тогда начал обращать на лор самое пристальное свое внимание, и после выхода переиздания и появления в истории Алди, я просто взорвался идеей накопления знаний по вселенной. Как раз в тот момент я кинулся строить самые безумные теории, которые, скажем так, не всегда были верными. Точнее, да, не теория, а гипотезы некоторых коробят, когда упоминается неправильный термин. Уж извините, привычка. Впредь постарайтесь не злиться на это. Ну так вот, одной из моих гипотез, я не рассказывал однажды в одном из роликов, было то, что храм Аманы это изолит, но в другую эпоху. Во-первых, атмосфера места, согласен, это слабый аргумент, точнее, вообще даже не аргумент. Во-вторых, он затоплен, пусть не магмой, но все же, знаю, тоже слабовато. Но на холме мертвых, на дальнем костре, я нашел углубление, похожее на то, где сидела прекрасная госпожа. Внутри я нашел огненное семя, то есть перматическую вещицу. А госпожа напрямую связана с пиромантией бы, изолита-то родина пиромантии. И вот пришло переиздание, и первое, что меня зацепило, это железные воины и солдаты в лесу павших гигантов. Ну то есть, да, да, они там должны быть, это же отлично. Почему их раньше там не было, вот, чуть-чуть там было всего лишь, ну, штуки полторы, наверное, вот этих вот железных воинов на всю локацию. Там же бушевала битва. И далее по игре я замечал тенденцию расставлять мобов там, где им было логичнее находиться, и убирать оттуда, где им находиться, ну, было бы нелогично. Кроме сраной двухголовой лошади в замке Дранглейк, ну что за халтура, ну ё-моё. И вот, на том самом холме мёртвых, в той самой пещере, я встречаю двух пиромантов. Пироманты рядом с местом, похожим на то, где жила сестра, создателя пиромантии, рядом с городом, родиной пиромантии. Так я и подумал, что это и есть изолит. Да, я в упор не слушал заверения разработчиков, что Дранглейк это другой континент. Пытался предполагать, что он раскинулся сразу на два материка. Ну, кстати, сейчас мои теории точно так же некоторые в упор не хотят слушать, настаивая на своём. Я их понимаю и ни на кого абсолютно не обижаюсь. В итоге я ошибся, но я ни капли не расстроился, ведь столько ещё интересных открытий предстояло. Вот так прошли сотни часов, не меньше пятисот. И вот вышла третья часть. Сначала я концептуально не понял игру и даже посчитал её халтурной с точки зрения лора. Но позже, когда сам начал писать сценарий к перекрёстку, понял всё. Она могла бы быть намного лучше. Да, я бы и сам кое-что добавил, как визуально, так и сценарно. Но есть что есть. И то, что есть, это очень хорошо. И вот, помнится в каком-то подкасте... А, нет, подождите, в обзоре на последнее дополнение к Dark Souls 3 я сказал, что теперь вселенная завершена и я наконец могу начать писать сценарий. Сказал и забыл, ведь это очень тяжело, а знаете ли, ещё столько дел незавершённых. В какой-то момент осенью 17-го года я решил выпустить ролик по Ведьмаку из серии Мистериумов. Начал собирать информацию и по ходу понял, что зачем рассказывать понемножку, когда можно рассказать всё и сразу. Это мой бзик, знаете ли. И решил, сделаю-ка я перекрёсток миров по Ведьмаку. Вот так вот, ни больше, ни меньше. Возможно, на кадрах где-то уже мелькнула вкладка с таким названием. Но не переживайте, это не анонс и не спойлер. Написав пару абзацев текста, я снова осознал, какая громадная работа предстоит. А я, свинья такая, обещал вам и себе тёмной души. Ты какого ж хрена? Так вот, собрав себя в кулак, ближе к концу 17-го года я наконец начал писать сценарий. Что же, писать сценарий было крайне непросто и в то же время катастрофически интересно. Иногда я писал и некоторые вещи и ранее неочевидные связи приходили в голову просто по ходу написания. И я с криком «Ох, нихрена ж себе, как я раньше об этом не подумал!» Строчил, строчил, строчил и строчил. Я не хвастаюсь, но увязать Алдю и Негорящих Элюмлой со сквернённую столицу было непросто. Высчитать, в каком цикле находилась Шульва относительно Старого Железного Короля, выяснить, что это за глубины такие и многое другое, всё это потребовало многих месяцев мозгового штурма. Тут самое главное было совсем уж не удариться в сочинительство. Я уже не раз говорил, что структура у лора Тёмных Душ рваная, и если говорить только о фактах, то получится, знаете, такой сухой пересказ, безэмоциональный, такой же рваный. А если учесть, что правда там тоже вещь такая, знаете ли, расплывчатая, как и факты, то смысла в этом нет абсолютно никакого. Я не собирался становиться вторым в ААСе, я хотел найти свой подход. Так что да, я откровенно додумал немало моментов. Как вы знаете, Миядзаки в детстве читал очень много книг на английском языке, будучи японцем. При этом язык он знал плохо, поэтому понимал, дай бог, половину, ну то бишь далеко не всё, и очень многое додумывал сам. Став разработчиком игр, он перенёс эту концепцию в серию Dark Souls, то есть игрок сам должен додумать многое. Ну вот, я и додумывал. Но я всегда старался делать это, опираясь на факты и критически подходя к своей писанине. Ну то есть далеко не всё, что я утверждаю, может быть на самом деле правдой. Просто примите это как факт. Но тем не менее, я верю в это. Знали бы вы, сколько теорий собственного изготовления я забраковал, и некоторые пришли мне в голову уже вот сейчас, когда цикл завершён. Возможно, я расскажу о них позже, в эдаком паскрипту к перекрёсткам. Совсем позже. На фоне творящегося чужое мнение только мешало. Я сначала думал, что работы того же Ваати и других блогеров мне помогут, но хрен там, только мешали. Ну потому что структура их меня не устраивала, а со взглядом я был не согласен совершенно. Поэтому я с чистой совестью собрал всё воедино сам, тут уж не поспоришь. И даже при всей кропотливости были моменты, которые я упустил, о них чуть позже. Затем началась самое сложное, самое муторное, самое мной нелюбимое – озвучка. Озвучка шла подряд по несколько часов в день. В итоге получилось где-то 15,5 часов. Потом всё это необходимо было отредактировать, то есть убрать битые дубли, шумы, отрегулировать громкость, расставить паузы и самое долгое муторное – убрать шипящие и свистящие звуки. Всё, чтобы зрителю было как можно комфортней слушать рассказ. Честно говоря, я к концу был так вымотан, что 13 глава у меня содержала огромное количество ляпов, а эпилог я вообще запорол, его надо было переозвучить. Но я подумал, что фиг бы с ним, когда я до того эпилога ещё дойду. Поэтому озвучил я эпилог буквально несколько недель назад. Ведь несмотря на то, что боги уже не были властны над миром и Пресцилла давно умерла, путь наружу не был открыт. Новые поколения засниженной крепости могли выйти, но тогда они столкнулись бы с Орденом Хранителей Картины, всё ещё помнящих о своём долге. Помнящим. Орденом. Помнящим. Новые поколения засниженной крепости могли выйти, но тогда они столкнулись бы с Орденом Хранителей Картины, всё ещё помнящим о своём долге. Но, вероятно, они уже никогда не сумели отыскать нарисованный мир Ремиса. И в разных местах. Но, вероятно, они уже никогда не сумели отыскать нарисованный мир Ремиса. Перерыв. Перерыв. Вот так вот. Ну вот, озвучка уже готова. Надо начинать съёмки. Начинать, конечно, нужно заставки. Я владею After Effects так себе, но кое-что всё же могу, поэтому несколько дней, наверное, не меньше недели, я просто выстраивал вступление, начальную заставку, стилистику, появление названий глав, появление сгорания артов и записок, все эти спецэффекты, искры и прочее. Компьютер просто-таки выл от перегрузки, зависал, но я терпел. А что делать? Ну и когда всё это было готово, остался последний элемент. Видеохутажи и самих игр. Некоторые из вас помнят, что я выложил демо-версию Перекрёстка. Нет, не ту, что до сих пор можно найти в плейлисте Разные всякости у меня на канале. Другую. Это первые пять минут из первой главы. Полноценные, но в среднем разрешении. И эти самые пять минут были записаны на Prepare to Die версию. И тут выходит ремастер. Каким бы он был неуместным, на мой взгляд, я даже об этом бомбануло сделать, кстати, можете посмотреть, ему исполниться год не так давно этому ролику. Всё же технологически он был лучше, а значит стоило использовать его, а не старую версию. Но вот беда. Для постановки кадра нужна таблица чит-энжин. А она ещё не вышла, Икраш новая. Поэтому я переключился на другие проекты в ожидании, благо ненадолго. Ждал около полумесяца. Кстати, о таблицах. Сколько же я с ними намучился. Как вы понимаете, съёмка это нихрена не игра. Так что в Dark Souls мне очень хотелось поиграть, но я не мог. Потому что... Потому что съёмка! Ты просто летаешь сквозь стены локации, ища нужный ракурс, выстраиваешь геймплейные комбинации, создаёшь нужные костюмы и многое другое. Всё это чит-энжин. Самая главная его функция, конечно же, это свободная камера. Та самая, которая позволяла мне делать такие вот кадры. Ну и что сказать. На старой версии игры мне приходилось использовать сразу две таблицы, ибо функционал у них был разный. Разумеется, игра часто крашилась. Очень часто. Катастрофически часто. К счастью, на ремастере вылеты были более редкими. Но пока я разбирался с функционалом таблицы, прошло немало времени. Невидимость, коллизии, бессмертие, свободная камера, скорость движения. Всё это надо было найти и назначить на горячие клавиши. Так что вся клавиатура у меня была забита разными функциями. Кстати, свободной камеры в таблице на ремастер как раз таки не было. То есть она была, но она почему-то не работала. Я долго страдал и бился головой в монитор, но нашёл решение. Все кадры из первой части, увиденные вами, это персонаж, которого я сделал невидимым и просадил местами сквозь стену или наоборот поднял ввысь. Это же касается и крупных планов лиц. Я буквально стою к ним в упор на самом деле. Но примерно в четвёртой главе я научился менять угол обзора, и это помогло в портретной съёмке. Кстати, первым от моей портретной съёмки пострадал рыцарь Рикард в крепости Сен. Ну и вот, готова гора футажей, то есть видеокадров из игры. Теперь их надо рассовать для удобства по папкам согласно локации и убрать битые кадры. Скажу прямо, не везде я замечал огрехи и пропускал их. Самый частый огрех – это иконка сохранения в виде костра в левом верхнем углу. Господи, в правом верхнем углу, извините. Это справедливо и для других, кстати, моментов. Старался следить за орфографией как мог, но всё равно нет-нет, да получится опечатка, типа блинной дороги или друмлящего дракона. Где-то кадры мелькали быстро, где-то медленно, где-то, я говорю, быстро, где-то более размеренно. Трудно за всем уследить. Ну и следом шла как раз расстановка кадров, звуковых эффектов, диалогов, артов, записок и, самое главное, музыки. И да, тут тоже всё непросто. Структура повествования такова. В первой главе было глобальное мироописание, то есть как мир появился, развился и пал. Далее всё шло по накатанной. Во второй главе шло описание мира на момент первой игры. Следующая глава по замыслу должна была вместить в себя сюжет, то есть что конкретно делает главный герой, зачем и как. Ну и четвёртая глава – история отдельных персонажей, которые неуместно было бы вставлять в главу с мироописанием. В итоге, историй оказалось так много, что ролик длился бы около двух часов. Я совсем не против такого в целом, но если бы была не одна часть на два часа, а две по часу, то структура рассказа выглядела бы лучше и менее утомительно. Апофеоза рассказ достиг в 12-13 главах, когда они суммарно длились больше двух с половиной часов. В общем, было принято решение разбить истории на две главы, и вместо трёх глав на каждую часть игры в итоге вышло четыре главы. И уже дойдя до истории, я решил, что вставлять диалоги всё же стоит. Однако вот сам текст диалогов далеко не везде был. Это уже к концу работы, многие диалоги вдруг начали появляться в сети. Ощущение, что как раз таки именно из-за меня их и написали. Ну, вряд ли, конечно. Но главное, что очень многие диалоги приходилось записывать на видео и вручную вбивать. Оттуда как раз таки и опечатки. Уж извините. Если их можно было найти в таблице на Википедии – замечательно. Но даже мне с моим низким знанием английского было понятно, что далеко не всё везде переведено правильно. С артами там тоже весело. Главы с мирописанием – самые непростые главы, ибо там рассказывается о Катарине, о Сторе, Мире, Алкине, Венне. Ну, то есть вы понимаете, о том визуальном изображении чего не существует ни в каком виде вообще нигде. То есть ни стран, ни даже Лордрана или Дранглейка или Лотарика до пришествия Проклятия Нежити. В общем, ничего. Пусто. А в кадр пустоту, сами знаете, не поставишь. Надо что-то всё-таки ставить. Поэтому стоял в нейтральной вставке, а впереди пускал арты. Артов по этой теме тоже так мало, что хоть самому прямую трясу, ей-богу. Записки? Записки должны были стать костяком объяснения Лора. То есть через них я хотел показать, почему в данном моменте я считаю именно так, а не иначе. А вот потому, что в описании вот тут сказано вот это. Ну а в итоге я понял, что с таким глубоким копанием Лора весь экран должен быть перманентно залеплен десятком записок. Поэтому сделал их только в самых ключевых, на мой взгляд, моментах. Рендеринг всех этих артов и записок тоже тот ещё геморрой. Как приятно было вечером вставить пачку артов на рендер, а утром выяснять, что рендеринг прошёл с ошибкой или комп вылетел в космос от напряга. Но с горем пополам работа шла. Звуковые эффекты проблем мне не доставили. Уж звуков у меня много в загашнике. Библиотеку я нарыл, ибо я в принципе люблю копаться в звуковых файлах игры. А вот с музыкой было сложнее. С одной стороны есть официальный саундтрек, с другой далеко не все композиции подходят к атмосфере. А атмосфера для меня была важнее всего. Не зря же я таким вот замогильным голосом вещал, как будто сам вот-вот рассыплюсь в прах. Поэтому нужна была только самая красивая, при этом самая грустно-депрессивная музыка. Но не настолько депрессивная, чтобы совсем вот все умерли в унынии. И даже подобная не везде подходила. Несколько шикарных треков так и остались не у дел. Но я старался, и судя по вашим отзывам, с музыкой в роликах все хорошо. И да, как же вы меня задолбали просьбами выложить саундтреки. Хотя это для меня был очень хороший показатель. Для меня также было символичным выложить их в конце, в титрах эпилога. Потому что я хотел титры, а что мне вставлять еще в титры, если не список музыки, состоящий из 169 композиций всего, да? Или 168, как-то так. Просто если их убрать, то все, что можно было уставить в титры, это благодарность Миядзаки, спасибо своим зрителям и автор сценария Лебрариум. Все. Ну, это вы сами понимаете, несерьезно. В один момент музыки стало резко не хватать. Зато я могу смело говорить, как и вы, наверное, что благодаря этому проекту я ознакомился с несколькими отличными композиторами, например, Адрианом фон Цинглером. Ну да ладно. Между тем, время шло, и на ролики начали приходить жалобы по авторским правам, как вы понимаете, из-за музыки. Не описать, на какие ухищрения я шел, чтобы договориться с Ютубом. В большинстве случаев это получалось. На момент выхода шестой главы я понял, что забыл упомянуть крайне важный факт, что Митта была женой старого Железного Короля. И это стало еще одним моментом, где необходима была перезапись одного момента в повествовании. Казалось бы, чего сложного переозвучить несколько фраз. Как выяснилось, легче заново озвучить всю главу, чем переозвучить те самые несколько фраз. Так, чтобы они не выбивались из темпа, тембра голоса, который, знаете ли, изо дня в день может звучать чуть иначе. Шумы, расстановка микрофона, звукопоглощающего материала, расстояние до микрофона. Все это имело крайне важное значение. Просто катастрофически важное. Я из кожи вон лез, чтобы контраст между старой и новой озвучками был как можно меньше заметен. В итоге мне даже 13 главу пришлось вместе с эпилогом переозвучивать заново. Именно потому, что не получилось делать одинаковое звучание. Но, в конце концов, оно того стоило. Выпустив 11 главу, до меня вдруг дошло, что я совсем забыл рассказать историю о Лудлите и Гундире. Так вот родилась первая часть 13 главы «Первый чемпион пепла». Что касается съемок, кстати, вторая часть тут самая гуманная. Благодаря иному движку она меньше всего вылетала и использовала таблицу без плясок с бубном. Свободная камера там вообще дрянная, но опять же я нашел выход. Просто сместил вид выше персонажа. Ну, по крайней мере, я это делал там, где есть шейдерная жидкость. Иначе море мигало. В целом, вторая часть была для меня самая дружелюбная. Ну, вот только вот текстов диалогов по ней в Википедии было меньше всего. Ну и самый сложный там, это, конечно же, полное отсутствие лора, да. Во второй части лора нет, поэтому весь ее скудный лор я узнал у кошки в Маджуле. Все по заветам лучших лороведов СНГ. Третья часть была технически лучше всех выверена, понятное дело. Но и там не без огрехов. Например, при включении свободной камеры, самый, наверное, лучший из всех, пропадала оттиселяция. То бишь лучи света становились карикатурными. Также пропадала глубина размытия. Глубина резкости, наверное, правильнее сказать. Тут вопрос также был решен съемкой на фоне невидимого летающего персонажа без свободной камеры. В один момент я просто дико устал носиться по всей игре, чтобы снять нужные кадры, менять пол, костюмы, ситуации, квесты. Это очень муторно. При съемках в тринадцатой части я просто уже на стену лез. Так и я устал от подобного стиля, в кавычках, игры. Благо, на эпилог кадры уже в основном были. Кстати, во второй и третьей частях я использовал примочку GeForce Freestyle. Менял гамму, контрастность и яркость, чтобы картинка была мини-серой. После этого я уже не могу смотреть на прижний Dark Souls, откровенно говоря. Ну и в конце вы знаете, что произошло. Интернет меня подвел, видео перестали загружаться на YouTube. В итоге я все-таки довершил цикл, загрузив два последних ролика через мамин ноутбук. Жопа при этом от ярости горела неистово. Как говорится, Гвин горел и нам велел. И вот свершилось. Точка поставлена. Проект Перекресток Миров по темным душам завершен. Вы ждали его два года, но, поверьте, я ждал его не меньше вас, а даже, наверняка, больше. И для меня дата выхода эпилога – это маленький праздник. И хотя история закончена, нет какой-то грусти. Ведь для каждого из вас, для каждого из нас, эта история всегда может начаться заново. И вновь множество рыцарей поклянутся на волчьей крови. Вновь художницы нарисуют новые миры картины. Рыцаря-основатели приручат Виверну. Вновь будет затоплен новый Лондо и создан искусственный древний дракон. Вновь мудрец Логан отправится на поиски запретных архивов. Вновь железный Таркус одолеет Голема. Вновь Локотиэль приводит в Дранглейк. Вновь хаос будет изгнан из Элиум Лойс. Вновь рыцарь Эйгон поклянется защищать Ирину, а пигмия Лудлетт восядет гордо на свой трон. Для нас эта история ходит по кругу. Поэтому нет смысла прощаться с угаршим, обрельшим наконец покоем миром темных душ. До новых встреч на погребенных в пепле руинах, избранная нежить. Через старые тоннели, то немногое, что осталось от бани Хейда, можно пройти к безлюдной пристани. Бани. Башни. Башни. Нет, конечно, может там и была баня когда-то. Я даже уверен, что была и, может быть, даже не одна. Город-то большой. В конце концов, там совсем черный Орнштейн стоит. Может он потому, кстати, и черный, что в баню шел, а мы ему пройти не дали. Ай, какая замечательная теория, а? Жаль, не рассказать нельзя. Лазурный собор, в котором каждый синий страж мог надраться силу перед грядущим походом. Надраться. Ну, блин. Господи. Надраться перед грядущим походом, это, наверное, замечательно. Будет веселее идти на красных фантомов после тяжелого трудового дня. Ну, вообще-то, набраться, конечно. Вот так вот. Старый железный король был могучим, но недальновидным правителем, уважавшим лишь силу. Неуемная жажда сласти погубила его сласти. Сластье, блин. Ё-моё. Ну, с другой стороны, у него же там была коллекция ружья. Может быть, у него где-нибудь там в закашнике была коллекция всяких сладостей, пес его знает. Наверняка в одной из плавилин у него был кондитерский цех. Да. Да, вот еще одна замечательная теория. С тех пор, как изначально Змейка Ас основала Орден Темных Духов, прошло... Темных Духов. А почему не написано Темных Жуков? Бред какой-то. Блин, ну как вот так вот я редактирую, а? Что я все через жопу потом? Так, заново. Будучи прислужницей своей матери, королева Лотрика Гертруда... Выла? Была! Блин. Выла. Господи. Ну, нет, может, конечно... Может, она и выла, служа своей матери. Наверное, та еще была. Мать. Не хочу даже знать, что она там делала. Что уж, выть приходилось. Мне вообще сразу же пошлые мысли в голову лезут. Ну, неудивительно, что в итоге она потом свихнулась и организовала культ поклонения ангелам. Да. Легион Нежити Фарона ревностно охранял мир от бездны. В том числе от той, что... Попугай, ну ты достал уже, ну хватит, а? Ну хватит долбить. Ты можешь спокойно посидеть пять минут. И для кого все это дело вообще? Может, за меня сделаешь, а? Легион Нежити Фарона ревностно охранял мир от бездны. В том числе от той, что шла из катакомб древнего королевства Картус. Он скормил Гвиндолина Олдрику. Запер ёршку в бане. В бань. В башне. Ой, господи. Ну, по крайней мере, этот самый Салливан был интересной личностью. Он, так сказать, знал, что делать с ёршкой, раз запер её именно в бане. И многие паломники посещали паломники. Палом-м-м-ники. Паловники, блин. Полковники, сука. Здесь главное чётко произносить, чтобы потом идиотских ситуаций не было. Ну, тебе-то чего? Опять выйти хочешь? Ой, господи. Иди. Паломник. Под паломник. Так. И многие паломники посе... Да почему опять паломники-то? Паломники. Он заперся в своих покоях вместе с любивницей. Любивницей? Любовницей, блин. Любимицей, сука. Нет, конечно, надо быть интересной личностью, чтобы... Любовницы-паука взять гигантского. Двуголового. Хотя этот перец совсем сумасшедший был. Ну не настолько же. Хотя. Из глаза у неё торчит топор. Весела Кухуева. Ну и по себе торчит Железяка. Когда пламя слабеет, Бездна крепнет. Народная мудрость. Сам придумал. Именно поэтому, несмотря на туман войны... Туман тайны. Причём тут туман войны вообще? Ё-моё. Ладно. Именно поэтому, несмотря на туман тайны... В конце концов, Оскар и был тем самым полков... Полковником. Полковник Асторы. Полковник Асторского МВД Оскар. Леонид Петрович. Ай, блин. Полковником. Именно избранная нежить стала тем, Кто уничтожила чёрного дракона Арториаса. Упокоила принцессу за... За... Чё я несу? Уничтожила дракона Коломит и упокоила Арториаса. Победила бездну и освободила Зарю. Блин. Час ночи, ё-моё. Смотри, не перепутай, Кутузов. За всю жизнь Лоскутик завёл себе множество врагов. Одним из которых стал Лотрик, рыцарь Скайрима. Из Скайрима. Блин. И ведь всё правильно же произношу, и чётко, и всё равно Скайрим. Ну ладно, чё ж теперь. Хе, будет забавно в тот момент ещё вставить музыку из Скайрима какой-нибудь. А лучше гимн Довакина. Да, полная хрень тогда получится. Оно стало признаком его власти и во многом её же источником. Поэтому здесь были установлены механизмы, опускающие огромный железный мост, ведущий в место, прозванное сегодня Долиной Жаротвы. Жаротвы! Серьёзно! Блин. И когда я мать озвучу эту хрень уже, сколько уже можно? Ну нахер, перерыв сделаю. Ну и кроме того, группа людей, известных как Синие Стражи... Блин, ну чё-то в этот момент очень хочется сказать. Синие Зайцы. Группа людей, известных как Синие Зайцы. Да, будет отличная такая пасхалочка. Но люди меня не поймут. Да что там люди? Меня и Зайцы-то не поймут. Ладно. Ведь оно и было выдумкой. Частью плана Гвиндолина, Тёмное Солнце, продолжавшего дело отца. Изначального змея Трампа. Трампа. Блин. Нет, тут, конечно, замечательная идея, что Трамп первый... Один из изначальных змеев. Получается, если Трамп это Франк, то Каас, получается, это кто? Путин? Или... Этот... Какой уж там... Ким Чиным? Кто он там? Синь Цзинь Пинь? Забыл их. Короче, Путин. Да. Блин, я уже слышу, как камни из Фейсбы стучатся в дверь. Ох-ох-ох. Надеюсь, я успею озвучить до конца сегодня. В крепости Сэна на самом верхнем её этаже можно встретить ещё одного удроченного ры... УДРОЧЕНОГО СУКА! Ну как это ты? Господи. Ай. Как же я устал от этого всего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok